Многофункциональные центры города стараются работать по принципу одного окна. Все госуслуги в одном месте. В перечень добавился и загранпаспорт. Получить его впервые или переоформить стало еще проще. Теперь ивановские МФЦ не только принимают заявление на выездной документ, но и выдают его. Раньше право на это имела только федеральная миграционная служба. Для оформления загранпаспорта старого пространства необходимы документы, заявления, паспорт, госпошлину оплатить, сделать фотографии. И специалисты наши помогают оформлять заявление гражданам. Для того, чтобы оформить загранпаспорт старого образца ребенку, необходим законный представитель с паспортом и свидетельством о рождении, оплатить также пошлину и сделать фотографии ребенка. Выдают, правда, только паспорта старого образца сроком на 5 лет. Госпошлина для детей и взрослых 1 и 2 тысячи соответственно. Значительно дешевле, нежели современный биометрический паспорт. Его выдача так и осталась в ведении ФМС. Поскольку у нас в настоящее время не приобретена еще кабина для фотографирования с биометрическими данными, мы выдаем пока только загранпаспорта старого образца сроком действия на 5 лет. Решить проблему обещают в ближайшее время. Как только город выделит средства на покупку необходимой техники, начнут выдавать биометрические паспорта. Своей актуальности не теряют и документы старого образца. Их оформляют в основном для детей. Мы начали выдавать где-то вторую неделю. Человек 10. 10 человек у нас получило сейчас паспорт на выдаче готовых еще 15. Это удобно для граждан в одной точке иметь эту услугу. Оплатить госпошлину можно здесь же. Причем любым удобным способом. Наличными через кассу, в терминале оплаты или посредством интернет-банкинга. Срок оформления загранпаспорта 30 рабочих дней. На деле, как правило, гораздо быстрее. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.